ПЕСНЯ Гостеприимное Владимирское сельское поселение встречало гостей из Лобинска задорные казачьи песни. Веселые, улыбчивые ребята из коллектива с подходящим названием «Подсолнухи» показали, что Владимирское поселение молодое, цветущее и развивающееся. Далее делегация отправилась в зал Центра культуры и досуга, где состоялся серьезный разговор о работе главы Ирины Тараськовой и ее команды. На сессии присутствовали глава района Александр Садчиков, его заместители, депутат ЗСК Владимир Михайлов, представители правоохранительных органов казачества, духовенства, ветераны труда, руководители учреждений и организаций, общественности, жители. Владимирское сельское поселение находится ближе всего к районному центру. В его состав входят станица Чемлыкская и хутор Привольный. Численность населения почти 7400 человек. В начале своего доклада Ирина Тараськова охарактеризовала бюджет, которым жило поселение в течение 2016 года. Также рассказала о планах на текущий 2017. Доходная часть бюджета Владимирского сельского поселения на 2017 год сформирована в общей сумме 22 580 000 рублей, что составляет 97% планов на значение 2016 года. Владимирское поселение – одно из самых крупных в районе. На его территории осуществляют свою деятельность 109 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Владимирское поселение занимается сельским хозяйством агрофирма «Прогресс», растеневодство и животноводство, племенной конезавод, ПАО «Владимирское» и 29 крестьянских фермерских хозяйств, а также три промышленных предприятия – «Кубанинерт», «Кубанбетон» и «Владимирский карьер». Средняя заработная плата по поселению за 2016 год составила 21 673 рубля. Трудоспособное население поселения – 3717 человек. Численность занятых в экономике – 1829 человек. Занято в ЛПХ – 1045 человек. За пределами поселения работают 230. Уровень регистрируемой безработицы в прошлом году по сравнению с 2015 стал выше и составил 1,4%. Причиной повышения данного показателя послужило сокращение кадров в предприятиях «Владимирский карьер», «Кубанбетон» и «Кубанинерт» в связи с ухудшением финансового состояния предприятий. Также сезонная работа на сахарном заводе, где работают многие наши жители. Во Владимирском поселении зарегистрировано больше 2500 личных подсобных хозяйств. Жители занимаются растеневодством и животноводством. Владельцы ЛПХ пользуются целевыми субсидируемыми кредитами на развитие ЛПХ для строительства теплиц, приобретения сельскохозяйственных животных, строительства и реконструкции животноводческих помещений. С целью занятости населения проводятся индивидуальные беседы с гражданами. Доводится информация жителям поселения о государственных программах, начинающих ферме, сельской усадьбе, семейная животноводческая ферма, садоводство и виноградовство, развитие овощеводства в защищенном грунте других. Главы ЛПХ и КФХ принимают участие в проводимых профессиональных обучениях населения, животноводству, садоводству, овощеводству, научно-практических конференциях, семинарах. На территории Владимирского поселения расположено почти 60 объектов потребительской сферы. Население обеспечено всем необходимым для комфортной жизни. С предпринимателями проведено 12 совещаний по стабилизации цен на социально значимые продукты, по легализации заработной платы, по оформлению работников, по санитарному составу торговых объектов и прилегающих территорий. В центре станицы работает ежедневная ярмарка. В 2016 году на участие в ярмарке заключено 19 договоров. В текущем году планируется дальнейший рост показателей потребительского рынка. В частности, планируется открытие магазинов стройматериалы. Благодаря участию в краевых программах удается улучшать качество жизни населения. Очень важную покупку в прошлом году совершили для местных школьников. В 2016 году в рамках краевой программы «Школьный автобус» в школе номер 13 был приобретен автобус для доставки детей в школу из средств краевого и районного бюджетов. Сумма выделенных денежных средств составила 2 миллиона рублей. При содействии депутата законодательного собрания Краснодарского края Михаила Владимировича из краевого бюджета был выделен 1 миллион рублей на обустройство септиковой территории школы и ремонт внутренних туалетов на втором этаже. Из бюджета муниципального образования Владимирский район на обустройство санузлов на первом этаже школы и заскорно на 460 тысяч рублей. Одна из приоритетных задач местной власти – обеспечение безопасности населения. Ряд мероприятий проведен для предупреждения подтоплений. В поселении установлено два автоматических датчика уровня воды в районе регулируемых сооружений Лобинского канала и на хуторе Привольной. Контроль за уровнем воды осуществляется в автоматическом режиме. На их обслуживание селена речевых установок в прошедшем году было заскоровано 350 тысяч рублей. На текущий год также предусмотрены средства на их обслуживание. За период прошедшего года были проведены мероприятия по расчистке рек Кукса и Неволька-Азоторов, по расчистке водоотводных каналов, укреплению берегов, оборудование сбросного канала на реке Кукса. Сотрудники Владимирской администрации работают в тесном взаимодействии с депутатами Совета. Вместе им удается найти решение по многим сложным вопросам. Также Ирина Тараськова поблагодарила районную власть за помощь в решении социально значимых задач и непосредственное участие в жизни поселения. С замечаниями, но Совет депутатов оценил деятельность главы и администрации удовлетворительно. Позитивную оценку работы Ирины Тараськовой дал и глава района. Сегодня прошло интересное обсуждение вопросов жизни, работы и администрации, работы Совета депутатов, актива станицы. Достаточно много вопросов было изложено, обсуждено. Они также обсуждались и на балансовой комиссии. Много проблем еще есть. Станица большая, серьезная, станица такая активная. Но постепенно, постепенно эти вопросы решаются. Вопросы и благоустройства, поддерживается на хорошем уровне и бюджетная сфера. Много делается в образовании, много делается для развития личных пособных хозяйств. Хотя это всегда являлось достаточно непростым вопросом. Тем не менее, по тем показателям, которые мы здесь имеем, в общем-то, ситуация такая, которая дальше требует своего улучшения. Есть направления новых форм занятия населением. Это и развитие парникового хозяйства, это и садоводство, это многие другие виды производства сельскохозяйственной продукции. Есть вопросы, связанные со сбытом, есть вопросы с землей связанные. Но это те вопросы, которые по ходу уже как бы определяются и решаются. Есть проблемы молодежи. В целом же ситуация такая, вот если ее характеризовать, она позитивная. То есть идет нормальная жизнь, выполнение тех планов, которые намечаются. Есть нормальная работа по тому, чтобы станица хорошела, чтобы велось активное строительство. Один из сложнейших вопросов здесь был газификация этой станицы. Вот на сегодняшний день как бы эти проблемы сняты. Целый ряд других проблем. Поэтому есть активность, есть потенциал, как говорится, процветания станицы Владирской, мира и добра ее жителям.